Доброе утро! Меня зовут Нина, я из России, учусь в Хохшуле Лаузит, институте Лаузит. Я бы хотела рассказать вам немного о моем университете, но сейчас мне уже пора, лекция вот-вот начнется. Ах да, это моя комната в общежитии. Она очень уютно обставлена, здесь есть и кухни, и ванны, и что немаловажно, все комнаты здесь одноместные. Все это стоит всего 170 евро в месяц. Институт расположен в двух городах – Котбус и Зейнтенберге. Сейчас мы находимся в Зейнтенберге. Это небольшой город, но он может предложить студентам хорошие условия для учебы и недорогое проживание. Из Зейнтенберга можно с легкостью доехать до больших городов, таких как Треттен и Берлин. Например, чтобы добраться до Берлина, можно купить групповой билет в Берлин-Бранденбург на поезд. На 5 человек всего за 27 евро. В Зейнтенберге учатся студенты биотехнологического, химического, физиотерапевтического факультетов. Также здесь есть факультеты информатики, электротехники, машиностроения, медицинской техники, химии природных соединений, промышленного строительства. Второе место дислокации института – город Котбус. Котбус – это второй по величине город Бранденбург и расположен он в 35 километрах от Котбуса. Здесь находятся архитектурные, экономические, геронтологические факультеты, а также такие факультеты, как строительство и эксплуатация с учетом климатических условий, социальная работа, вокальная и инструментальная педагогика. Котбус – это первый по величине город Бранденбург. Поэтому нужно говорить потише. Одно из преимуществ нашего института заключается в том, что здесь нет проблемы переполненных аудиторий. Каждый студент найдет себе место. После лекции у меня осталось несколько вопросов, которые я хотел бы уточнить. К счастью, у Брюсеров всегда есть время для студентов и двери их кабинета всегда открыты. Продолжение следует... Сейчас я хочу узнать насчет общежития. Моя подруга начинает в следующем году учиться в Hochschule Lausitz и ищет комнату. 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 Учеба в Hochschule Laude включает в себя много практических элементов. В качестве студента можно пользоваться лабораториями, работать вместе с профессорами над различными проектами и приобретать таким образом практический опыт, что очень важно для последующей профессиональной жизни. Хотя Зен-Унбека небольшой город, здесь есть чем заняться в свободное время. Например, в спортивном комплексе института можно поиграть в футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон или посетить тренажерный зал всего за 20 евро в год. Кроме того, в Зентенберге вы можете посетить театр, прокатиться на велосипеде вдоль озера или покататься на сноуборде, в том числе и летом, и многое другое. Скучать не придется. В Hochschule Laude никто не чувствует себя одиноким. Институт организует множество интересных мероприятий, особенно для иностранных студентов. Экскурсии в Берлин или Дрезден, гриль на территории общежития, боулинг, рождественские вечеринки. Стоит особо отметить Made Project. Если вы приезжаете в Hochschule Laude с другой страны, вы не предоставлены сами себе. Made Project – это так называемый тандем. Каждому иностранному студенту помогает немецкий студент или другой иностранный студент. Таким образом студенты могут весело проводить время и одновременно учиться друг у друга. Например, такая подруга из тандема встретила меня на вокзале в Зентенберге, когда я приехала в Германию и помогла мне заданиями по математике. Это мне очень помогло в начале. Берлинг – это не обязательно. Экскурсии, как учитывая, Это действительно очень благодаря тандемьку, которые были надписями, в том числе, как учитывая, который был Кридзер, был в Зентене. Экскурсии,